Вот скажите, пожалуйста, крепкий сон, здоровый сон, что надо сделать для того, чтобы иметь хороший сон? Вы знаете, давайте вначале начнем с того, что когда человек спит, то он, естественно, в том месте, где он находится, он получает какую-то энергию. Многое зависит от того, какую энергию человек получает. То есть, чем больше времени он находится под влиянием хорошей энергии, тем жизнь его, так скажем, меняется в лучшую сторону. Поэтому, конечно, желательно спать в том месте, где у тебя господствуют хорошие энергии в доме. Но для этого нужно делать специальный расчет. А я хочу рассказать о так называемых золотых правилах фэн-шуй, которые влияют независимо даже от того, то есть под влиянием хороших энергий вы спите или под влиянием плохих. Желательно избегать мест, где стоит ваша кровать, чтобы там не было острых углов, направленных на кровать. Почему? Потому что острые углы – это всегда есть негативная энергия ша. Поэтому, если ша будет атаковать ваш сон, то вы будете иметь проблемы в зависимости от того, в какое место направлен этот угол. То есть, если, допустим, угол режет ноги, у вас через какой-то период времени возникнут проблемы с ногами. Начнутся какие-то там боли в суставах, варикоз какой-то, в общем, какие-то проблемы с ногами. Если получается так, что угол направлен на желудок, то через какой-то период времени начнутся проблемы с желудком или сердцем. То есть, острых углов желательно избегать. В супружеской спальне желательно ставить кровать таким образом, чтобы она не отражалась в зеркале. Почему? На этой кровати уже спят двое. Что касается супружеской кровати, уже спят двое. И если зеркало стоит, отражается еще. То есть, это грозит супружескими изменами. Поэтому в зеркале кровать не должна отражаться. Нежелательно ставить кровать в том месте, где, знаете, бывают дома, скошенные потолки такие. Чтобы тут не стояла кровать. Потому что вот этот скошенный потолок, он вам даст спад в вашем бизнесе, в работе, в карьере, в здоровье, в общем-то, везде в жизни. Чтобы над вами не было никаких висящих балок. Есть такие, знаете, неровные потолки с какими-то висящими балками. Но над кроватью желательно, чтобы потолок был ровный. Сейчас модно делать потолки со всякими там сгибами, там, овальными формами. Не надо этого делать в том месте, где находится ваша кровать. И по поводу балок я сказала, нежелательно спать изголовьем к туалету. Если, допустим, за стеной у вас находится туалет. В этом случае либо используйте спинку с высокой кроватью, либо хотя бы сантиметров на 10-15 отодвиньте кровать от стены. Что еще, ну, зажелательно, чтобы изголовье было, изголовье к стене, вплотную к стене стояло. То есть за вами не было пустоты и пространства какого-то. Еще что по поводу, по поводу сна кровати. Ну, собственно, вроде как бы и все. А, вот свисающие люстры тоже нехорошо. Если над кроватью висит люстра, тоже некий. И еще, где, ну, под лестницей, естественно, кровать под лестницей стоять не будет. Хотя иногда в частных домах бывают такие формы, что ставят под лестницей. Тоже этого делать не нужно. А, нежелательно ставить кровать, знаете как? В проходном месте тут дверь, тут окно. И вот между ними стоит кровать. Вот вас просто... То есть это даже... Вы почувствуете вот этот сквозняк, вас как бы выдувать будет с этого места. Ну, то есть она должна стать более таком свободном, закрытом от сквозняка месте. Не на пути движения цепи. И еще момент важный. Нежелательно ставить кровать над пустотой. То есть если у вас, допустим, на первом этаже гараж, а на втором этаже вы ставите спальню и там размещаете кровать, это уже не есть хорошо. Вы находитесь как бы над пустотой. Или над подвалом. Внизу у вас подвал, а сверху вы поставили в этом месте кровать. Тоже у вас будут возникать проблемы со здоровьем, и с работой, и с деньгами, и с бизнесом. Потому что вы спите на пустоте. То есть все, что... Все эти энергии не просто уходят в пустоту. Вам ничего хорошего не достает. Ну вот, в принципе, таковы основные золотые правила фуншуй, что касается сна. А если вы говорите, что спят, ну, вперед там ногами, вот, или головой, там, к окошку, вот, в таком плане. Ну, как, ну, конечно, нежелательно спать головой, это правда. Для того, чтобы правильно выбрать направление сна, то лучше всего посчитать свое число гуа и спать головой в благоприятном для тебя направлении. Лучше использовать янь-и, это небесный доктор, или использовать направление фуэй, можно внутреннего развития, или можно использовать янь-янь, это внутренняя гармония, гармония отношений. Вот. В каких цветах должна быть, вот, ну, цветовая гамма в спальне? Цветовая гамма желательно, чтобы она была индская, спокойная, потому что это время сна, время отдыха. Энергии должны быть спокойные индские. Там не должно быть янских энергий, то есть какие-то ярко-красные, такие активные цвета в спальне нехороши, потому что они будут создавать и янскую энергию, а там нужна, конечно, и низкая энергия для сна. Бытовая кишенька, часы, картины, вазоны должны быть в спальне, не должны быть в спальне? Может быть, как обставить в спальне? В принципе, все, кроме вазонов. Картины без проблем, они особого, так скажем, особой энергетической нагрузки не несут. Ну, если они, конечно, не написаны живым художниками, там на них не изображена бурлящая вода. В принципе, вы знаете, вот картины с бурлящей водой вообще нежелательно размещать в доме. Почему? Потому что, особенно вот живого художника, потому что это получится вроде как бы бурлящей водой вообще нежелательно иметь в доме. Почему? Потому что бурлящая вода, вода это самый сильный активатор любых энергий, поэтому ваша жизнь будет бурлящей. У вас в доме покоя не будут, будут приходить какие-то гости, какие-то тусовки, вечно все время будете в каком-то движении. Знаете, а зачем нам нужны американские гурки в доме? Ну, мне должно быть спокойно. Вроде бы все, что хотела. Может, ты еще что-то мне не рассказали такое про сношку, что мне не спросила? Нет, ну, в принципе, вроде как все. Про цветовую гамму рассказала. Вроде бы тогда все. Так, ну, очень-очень золотого цветера. Так. Вот. Продолжение следует...